Радио 54 Первое областное радио Люди, которые В регионах у нас тоже Организуют мероприятия Они 2-3 раза были гостями И думают, что знают действительно лучше Они там держали из Иванушек За логоточек рыжего Понимаешь, и теперь все, они мастодонты Но на самом деле Суть в том, что даже ведущий Он действительно понимает чуть больше в этом Просто за счет опыта За счет того, ты знаешь, каноничный Вести тысячу часов Еще важная деталь Хороший ведущий, на мой личный взгляд Не будет всегда говорить да Понимая, что где-то можно сделать лучше Он либо предложит альтернативу Причем хорошую Либо сразу объяснит, почему что-то делать не стоит Это не значит, что спорить постоянно с заказчиком Да, я сейчас объясню Банальный пример, про который вообще никто не говорит Когда выбирается площадка Под мероприятие И заказчикам на корпоративных На свадебных попроще Вот на корпоративных мероприятиях выбирается рассадка Очень важно, чтобы люди пожилого поколения Либо руководство Ну не было первым столиком А этот первый столик не располагался возле колонок То есть вроде вот такая простая деталь Да, которая очень влияет на атмосферу Потому что если люди старшего поколения Располагаются в непосредственной близости От звуковой аппаратуры Они получают дискомфорт Особенно Забота Да, особенно если эти люди Еще являются руководством Потом, конечно, этому HR Ну не совсем повезет Вот такая маленькая деталь Которую действительно они думают Если говорить про площадки Очень многие площадки говорят Ну просто при адекватной, логичной вместимости Просто визуальной, знаешь, в 50 Говорят, мы его в 100 вместим И ты приезжаешь такой и думаешь Ну как бы, как это вообще происходит То есть когда, понимаешь, когда есть артисты Ковер-группа Танцоры, иллюзионисты Когда люди приходят смотреть шоу И имеют на что смотреть Но когда ты, как ведущий, один на площадке Тебе надо веселить и развлекать людей Конечно, да Важна вот эта даже такая минимальная штучка Как рассадка То есть я действительно всегда стараюсь сделать так Мы когда приезжаем с диджеем, со своим Славкой Я всегда его прошу Он приезжает за два с половиной часа на мероприятие Я за полтора Причем до сбора гостей, не до точки старта Только для того, чтобы понять Как грамотно и красиво расположить оборудование Вроде бы это не моя задача Но, понимаешь, для меня это очень важно Чтобы люди меня слышали Чтобы им было комфортно Потому что любое мероприятие В нем, знаешь, это как составная часть Это вот как салат Оливье Понимаешь, вот мы все его любим Да, многие сейчас слышали Оливье Сказали, боже мой, Оливье Не надо больше про Оливье Так вот, в салате Оливье есть все, что мы любим Да, кто-то майонезик любит побольше горошка Там, знаешь, кукурузных палочек Может туда накидать вот эти кукурузки Картошечки Так вот, любой банкет, это как Оливье Там есть майонез Это люди, которые там есть Там есть вот горошек, да Кто вот и любит, да Это столики, рассадка Там есть еда Там есть ведущий И там есть артисты И если хоть какая-то одна из этих деталей Будет немножко испорчена Тогда действительно люди, ну, не получат кайфа Еще важная деталь, знаешь Я сейчас из-за финала Вот именно этот блог Знаешь, какая Я тебе сейчас расскажу Чем отличаются вообще мероприятия Запада от нашего И вообще наш менталитет от людей, которые живут в Европе Как бы вы про нее ни думали Наши люди действительно теплее Сначала они холодные Они не улыбаются Они воспринимают, что такие Но если они начинают улыбаться Они улыбаются искренне Там немножко по-другому Там и люди сразу тебе улыбаются Потому что так принято Но это ничего не значит Но в чем разница мероприятий В том, что когда люди приезжают на площадку туда Переступая порог банкетного зала Они сразу принимают его правила То есть они сразу готовы веселиться Готовы отдыхать Готовы принимать участие Готовы улыбаться Пусть это не всегда искренне Но они готовы Они принимают правила У нас не так У нас, когда русский человек Наших он раскачает Да, переступает порог банкетного зала Он заходит и думает Ну, я еще подумаю Буду где-то участвовать А если считаешь Ключевая фраза Удивительно Неудивительно Знаешь, какая ключевая фраза Любого человека Который только вступил в площадку банкетного зала Я еще не выпил Вот это ключевая фраза Понимаешь, что очень многие ее говорят И вот после того, как ее скажут Они такие А я еще не выпил Но самое главное Это чтобы люди ведущим Вот возвращаясь к вопросу Как его выбрать Понимали, что он Прежде всего здесь для того Чтобы просто хорошо провести время И хорошо провести время с людьми И порой За деньги Честно Я прихожу к такому мнению Что это правда Всех денег не заработаешь И так как страх публичных выступлений Является вторым после страха смерти Я вижу огромное количество людей Которые говорят в микрофон Которые выходят на сцену На разных мероприятиях Будь то гости на свадьбе Либо руководители компаний Прям Они выходят Я вижу, как им действительно тяжело Как они переживают Как они волнуются Поэтому если кто-то думает Что порог вхождения В профессию ведущего Это просто купить Какую-то колоночку Знаешь На ручке такой Микрофончик дешевый Пару костюмов В Заре И пойти работать Это неправда Потому что Люди Знаешь Сейчас есть запрос на правду Запрос на честность Люди это чувствуют Если ты приходишь И начинаешь как-то неестественно Себе вести Они думают Да, какой-то Фуфлё Да, да Такое есть А если ты приходишь И ты не стараешься им понравиться А ты просто реально нравишься Когда ты не стараешься пошутить Чтобы пошутить А когда ты просто шутишь Ну потому что это ты И тогда люди от тебя кайфуют И тогда у тебя есть Позитивная сарафанная радио Тогда гонорары растут Тогда заказчиков больше Как бы люди не говорили Вот честно Я по себе сужу Их меньше не становится Их становится все больше И людям нужны Качественные праздники Потому что кадры В любой сфере Даже вот в нашей Даже в корпоративной Решают все Первое Областное радио